МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпускники этого института работают тренерами, инструкторами в лечебно-оздоровительных учреждениях, а также преподавателями адаптивной физической культуры. И удивительнее всего то, что они не являются выпускниками медицинского вуза, а учатся в университете. И сегодня в программе Миры Лобачевского мы откроем вам еще один мир. И это мир Института реабилитации и здоровья человека. В нашем институте реабилитации и здоровья человека обучаются студенты по специальности адаптивная физическая культура и направлении физической реабилитации. Та специальность, по которой они обучаются, крайне востребована в настоящее время, потому что в стране остается система реабилитации, и специалисты по физической реабилитации будут одни из самых востребованных в учреждениях здравоохранения. Сегодня реабилитация не просто один из шагов к восстановлению человека во время его болезни. Реабилитация – это поистине решающий фактор к возвращению человека к полноценной здоровой жизни. Докончив наш институт, студенты смогут готовить и в системе здравоохранения, и в системе санаторно-курортных учреждений, и в фитнесе, и в спорте, и с инвалидами, и с больными абсолютно разных категорий, и с абсолютно здоровыми людьми, потому что основная цель – получить компетенции по оздоровлению, по улучшению физического состояния человека. А вот эти задачи, улучшение физического статуса, они крайне актуальны вообще для населения, которое маломобильно и имеет массу ортопедических проблем, неврологических проблем и так далее. Востребованность института резко повысилась именно в последние годы, когда в стране появляются новые специальности. Новая специальность – это физический терапевт, по которой будут уже обучаться студенты в специалистике со следующего года. Именно в институте, в нашем университете, началась профессиональная переподготовка, объём около более тысячи часов. Сейчас реабилитация проходит так – врач, исходя из истории болезни, назначает лечение. Далее человек вынужден посещать разных специалистов. А во многих странах человек, у которому нужна реабилитация, помогает один специалист – физический терапевт. В России пока такой специальности нет, и по мнению врачей, это большое упущение. Лечебная физкультура и физиотерапия, и другие методы воздействия, частично рефлексотерапия и так далее, мануальные мягкие методики – это всё будет в одних руках физического терапевта. Процесс работы состоит из следующих шагов – оценка или сбора информации, планирование вмешательства, собственного вмешательства и оценка их эффективности. Задача дипломированного специалиста – вернуть человека в полноценной здоровой жизни. Университет Лобачевского – один из немногих в стране, самостоятельно разработавший программу обучения по новой специальности. Основой стали давние традиции Нижегородской школы реабилитации. Ещё со времён СССР горьковские специалисты по реабилитации во многих начинаниях были первыми. Уникальная структура, она сочетала в себе медицинский компонент. Это знаете, где это было? На районе Комсоморской проходной. Там был медицинский компонент, очень сильное отделение медицинской реабилитации. Там с гимнастикой, с физиотерапией, с психотерапией, с лабораторией биомеханики очень такой развитой. Нижегородские реабилитологи уже разработали проект нового профессионального стандарта «Специалист по физической реабилитации». После утверждения документов в Министерстве труда и социальной защиты начнётся подготовка таких специалистов и сотни тысяч людей получат шанс на полноценное выздоровление. Кроме направления физической терапии в институте будут развиваться как эрготерапия, медицинская логопедия, медицинская психология. Кафедра на высоком профессиональном уровне осуществляет подготовку специалистов по сохранению и восстановлению здоровья, фитнес-тренеров, консультантов по вопросам здорового образа жизни, специалистов по физической реабилитации, физических терапевтов, учителей, основ здоровья, преподавателей высших учебных заведений. Сообщество реабилитации приобретает всё большее и большее значение. Сейчас мы знаем, что готовится постановление правительства, в котором будет в корне пересмотрена помощь тяжелобольным пациентам. То есть практически сразу после операционного стола пациент должен попасть в руки так называемой реабилитационной бригады, которая состоит в основном из психологов, физиотерапевтов. Поэтому реабилитологам в наше время отводится очень большое место. Высокий уровень практической подготовки обеспечивается за счет тесного сотрудничества с медицинскими учреждениями различного профиля, реабилитационными центрами, физкультурно-оздоровительными заведениями, лечебно-оздоровительными учреждениями, специализированными интернатами для лиц с особыми потребностями, учебными заведениями, современными фитнес- и спа-центрами. У студентов Института реабилитации здоровья человека на нашей базе есть уникальная возможность овладеть опытом реабилитации пациентов в процессе практических занятий под руководством специалистов достаточно высокого уровня в аспекте реабилитационной медицины. Для того, чтобы перенять опыт, студенты приходят к нам практически круглогодично, находятся у нас по несколько дней и работают с инструкторами физической терапии, с докторами, именно с пациентами и таким образом из рук в руки получают новые знания. На кафедре органично сочетаются медицинские и технические аспекты решений проблем физической реабилитации. На нашей базе протезного предприятия проходит практику студенты, как очного, так и заочного отделения. Здесь им предоставляется возможность непосредственно включиться в работу с пациентами, изучить оборудование. Студенты, в общем-то, уже включаются в работу с пациентами, непосредственно с детьми ДЦП. После спинальной травмы также берут пациентов. В общем, пишут даже здесь дипломные работы на именно нашей базе протезного предприятия. И потом могут уже самостоятельно работать после окончания пятого курса. Данная учеба помогает мне не только знаниями, но еще также свои практические навыки я могу применять на своей работе. Я работаю медсестрой-анестезистом в госпитале. У нас много пациентов-постоперационников с травмами на колено суда. Собственно, им я и помогаю разрабатывать. Мы вас ждем на факультете реабилитации и здоровья человека. А на этом нам вам остается только сказать спасибо за внимание и будьте здоровы! А еще больше различных новостей смотрите на сайте университета unn.ru Стартовала первая приемная кампания в специализированный учебный научный центр «Сунц-Университет Лобачевского», созданный на базе Блохнинского филиала ННГУ. Прием учащихся осуществляется в профильные 10-е и 11-е классы на основании конкурсных испытаний, в которые входят портфолио, психологическое тестирование, оценка учебных достижений и предметных компетенций, собеседование. «Сунц-Лобачевский» — один из десяти специализированных учебных научных центров России. Проект реализуется при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Открыты 75 бесплатных мест для учащихся школ Приволжского федерального округа. В образовательную программу «Сунц» входят углубленное изучение школьных дисциплин, научно-исследовательская и проектная деятельность. Будет реализовано два направления подготовки — физико-математическое и биолого-химическое. Более подробная информация о поступлении представлена на сайте «Сунц-ННГУ» — sunc.unn.ru. Университет начинается! Здесь!